Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире телеканала Next TV, на волнах радиостанции Next FM, а также на наших страничках в социальных сетях Archa Media выходит очередной эфир, который мы традиционно посвящаем актуальным темам. Сегодня многие СМИ, я сознательно беру в кавычки это слово, хайпанули на новости о том, что некая хакерская группировка слила в сеть личные данные более 600 тысяч кыргызстанцев, среди которых были высокопоставленные чиновники, госслужащие и в том числе люди, которые должны были отвечать за ту самую кибербезопасность. Мы решили разобраться в этой теме, получить информацию с первых уст и признательны Азамату Буржуеву, который вышел с нами на связь. Азамату, здравствуйте, спасибо вам за ваше время. Азамату, давайте, наверное, сразу я начну с вопроса. Дело в том, что в СМИ появилась информация, что вы также были в числе тех людей, чьи данные попали в сеть. Как вообще прокомментируете? Ну, на самом деле, да, вы правы, что многие из СМИ хайпанули на этой новости. Но на самом деле мы сейчас проводим разбирательство, но предварительно все эти данные и так были доступны, в открытом доступе находились эти данные у нас, согласно политике и программе открытых данных, и налоговому законодательству, доступные в онлайн-режиме. Любой наш гражданин может зайти и посмотреть, кто является в Кыргызстане налогоплательщиком. И на самом деле это, наоборот, преимущество и открытость государства и налоговой инспекции относительно именно налогового администрирования. Поэтому эти данные и сейчас доступны. Азамат, правильно я понимаю, что в слитой информации не было тех персональных данных, которые могут быть использованы злоумышленниками для совершения тех или иных противоправных действий в сети? Нет, конечно. Там фамилия, имя, отчество, персональный идентификационный номер и так далее. Это практически открытые данные. Конечно, их можно использовать в рамках какой-то социальной инженерии, но так, чтобы с помощью этих данных получить доступ к государственным сервисам или каким-то банковским операциям, то это невозможно. Сама хакерская группировка, которая, во всяком случае, в своих социальных сетях объявила себя ответственной за этот слив, она утверждает, что это, ну, скажем так, месть за те события, которые произошли в нашей стране в мае месяце, связанные с иностранными студентами. На ваш взгляд, это действительно просто такой способ хайпануть для этих людей? Или что они преследовали? Если эта информация не представляет ценность, если этой информацией невозможно воспользоваться для совершения тех или иных злоумышленнических противоправных действий, в чем тогда смысл, на ваш взгляд? Это просто фейт-ньюс, попытка привлечь внимание, как-то обострить это все и, может быть, как-то воспользоваться. На самом деле эти данные, как мы все убедились, они у нас открыты, то есть ими никак невозможно воспользоваться и так далее. Но, тем не менее, все СМИ и, наверное, определенные граждане наши чуть-чуть были взбудоражены, возможно, чуть-чуть были немножко обеспокоены этим самым. Ну, можно сказать, они добились своего. Но на самом деле никакой опасности для нас, для граждан Кыргызстана, для государственных информационных систем, тем более и для банковских систем, этот слив не представляет угрозу. Азамат, а как вообще идет профилактика, скажем так, киберпреступлений? Насколько защищены действительно важные данные? И вот данный эпизод данной ситуации, несмотря на то, что, по вашим словам, она не представляет угрозы, она, ну, скажем так, заставит пересмотреть какие-то, может быть, протоколы или еще улучшить, усилить защиту в области кибербезопасности? Максим, вот в этом направлении очень идет активная комплексная работа. У нас есть специализированный центр по кибербезопасности, который находится при ГКНБ. Практически во всех IT, госкомпаниях, банковских, значит, системах везде есть люди, ответственные за кибербезопасность. Есть соответствующие регламентирующие документы и так далее и тому подобное. Помимо этого, мы все используем решения по защите, которые прошли какую-то международную сертификацию, да, то есть мы сами не придумываем, мы закупаем специальные программные решения и так далее, чтобы обезопасить. Поэтому пересмотр, да, может быть, но, видите, здесь как бы палка с двумя концами. С одной стороны, мы хотим, чтобы у наших граждан был доступ к открытым данным, да, чтобы любой, допустим, бизнесмен мог проверить, действительно ли он там заключает контракт с налогоплательщиком, зарегистрированным налогоплательщиком. Или, например, в таксопарке берут водителя, действительно ли он индивидуальный предприниматель и так далее. И мы открываем эти сервисы, чтобы бизнес мог перепроверять и, значит, иметь вот контакты с настоящими налогоплательщиками. С другой стороны, конечно же, можно эти данные скачивать, скачивать и набрать определенное количество данных. Ну да, написано, что Азамат Буржуев действительно является налогоплательщиком. Я считаю, что в этом ничего страшного нет. Помимо этого, все государственные служащие публикуют свои декларации, доходы, значит, имущество и так далее. Поэтому они могут это все собрать. Будет ли это каким-то сливом данных, я считаю, что нет. Наоборот, это говорит о том, что именно мы направлены на открытость, на прозрачность всех процессов, которые у нас есть. Если говорить о каких-то рекомендациях для рядовых граждан, для обывателей, как обезопасить себя и, ну скажем так, как предупредить наше население от того, чтобы действительно важная информация, которая может иметь значение, которая может потом повлиять на, скажем, жизнь человека, не попала в руки заумышленников, вы бы какие рекомендации дали? — Буквально, знаете, Максим, интересно, мне сегодня на мой личный телеграм написали сообщение, что мне хотят перевезти 9 миллионов рублей из России, какой-то родственник мне переводит и так далее. И они попросили мои банковские реквизиты. Соответственно, что они, все эти злоумышленники сейчас очень сильно активизировались, и они хотят получить банковскую информацию. Я бы вот хотел бы ваших сегодняшних, наших слушателей, наших граждан, во-первых, предупредить, что не надо передавать никакие свои паспортные данные, не надо давать доступы к банковским приложениям, пароли от своих банковских карт, никто никогда их не будет у вас запрашивать, ни государственные организации, ни банковские организации и так далее. Поэтому в первую очередь кибербезопасность начинается с, как говорится, цифровой гигиены каждого нашего гражданина. Поэтому если никто не будет эти данные передавать, копии, допустим, паспорт нигде не оставлять, то все будет хорошо. Максим, меня слышно? Да, Азамат, у нас небольшие технические трудности, я думаю, они будут решены в самое ближайшее время. Тем не менее, я думаю, наши зрители, наши слушатели вас слышат и видят, поэтому я продолжу задавать вопросы. Азамат, на ваш взгляд, вот сейчас в цифровую эпоху, когда действительно все становится таким прозрачным, вы действительно отметили, что, с одной стороны, это очень хорошо, потому что позволяет, скажем так, нашему обществу следить, отслеживать, получать какую-то действительно валидную информацию по поводу тех или иных госслужащих, людей, которые, скажем так, выбрав свой путь, так или иначе, обрекли себя на публичность. Но, тем не менее, неприкосновенность частной жизни, какие-то вопросы приватности. Вот если говорить не только с профессиональной точки зрения, а с человеческой, вот этот новый цифровой мир, это больше, скажем так, мир антиутопии или это действительно мир открытого общества? Я вот хотел бы попросить вас ответить на этот вопрос не только как профессионала, действительно, мы вас уважаем и знаем, что вы потрясающий специалист, но и как человека. Вот такой немножко философский вопрос. Это 100% философский вопрос. И лично я, например, для меня, я не публикую свои какие-то личные, личную свою жизнь в социальных сетях, потому что для меня вот социальные сети все-таки это такой океан, где ты, если что-то выдал, это всегда останется там. И практически невозможно потом это как-то забыть или как-то это удалить. Поэтому я думаю, что, да, вот новые подходы, новые технологии сейчас до такой степени опережают время, да? Тот же самый искусственный интеллект, который сейчас уже может миллиарды данных обрабатывать и все эти данные генерируются нами, исходя из наших каких-то действий и активности в цифровом мире. Поэтому я думаю, что каждый из нас должен понимать, что есть риски определенные. Как только ты входишь в этот цифровой мир, есть определенные риски. То есть ты выложил свои фотографии, выложил фотографии своих детей, близких, родственников. Будь уверен, что технологические платформы уже знают о тебе больше, чем ты можешь даже подозревать. Они могут рекомендовать тебе то, что ты даже еще не захотел, но ты захочешь. Это уже говорит о многом. Поэтому надо быть осторожнее. И я думаю, что к этому мы придем, когда цифровая гигиена станет важнее даже, может быть, какой-то личной гигиены. Вот как бы такое, это мое видение. Я думаю, что может кто-то не разделит. Многие видят в этом возможность, да? Социальные сети позволяют им стать популярными, донести информацию, влиять на какие-то общественные массы. И, может быть, как инструмент он в этом направлении тоже очень эффективен. Но пока я думаю, что очень разно, много аспектов. Это виртуальная, цифровой мир, это виртуальная реальность, которую мы сейчас живем. Знаете, слышал от многих IT-специалистов такую поговорку, что они себя чувствуют. Алиса в «Стране чудес», которая говорила, чтобы оставаться на месте, нужно бежать. А чтобы куда-то прийти, нужно бежать еще быстрее. Мы с вами уже в процессе беседы не раз упоминали о том, что сейчас цифровые технологии развиваются крайне стремительно. Мы действительно не поспеваем за их развитием. Скажите, а насколько вот в подведомственном вам учреждении идет обновление? То есть насколько вам приходится следить за, скажем так, появляющимися опасностями, за появляющимися рисками? Я сейчас не только про сливы, не только про какие-то мошенничества, но и, скажем так, угрозы национальной безопасности. Потому что, ну вот, что я сегодня слышал в соцсетях, да, под всеми этими новостями, какие комментарии были. Ну вот, если они добрались вот до таких данных, что им мешает там, условно, да, получить какие-то данные, которые могут повлиять на национальную безопасность Кыргызстана? Ведь там тоже, да, там были, ну, такие, скажем так, полуконспирологические размышления, но, тем не менее, они тоже имеют право на существование. О том, что если вдруг будут там, все мы знаем, да, какие прекрасные, ну, я условно сейчас говорю, какие прекрасные хакеры государственные там в Северной Корее, да, в КНДР работают, там, в каких-то других странах и так далее. То есть, насколько Кыргызстан в этом плане защищен, что вы можете сказать? Мы используем самые передовые технологии и защищаем наши государственные базы данных, базы данных финансового сектора теми инструментами, которые доступны и которые используются всеми развитыми странами, да. То есть, это набор методов, технических средств, которые, как бы, имеют международное признание. Да, рисков очень много, но при этом необходимо понимать, что есть, как бы, надо брать в учет, насколько мы вообще им нужны. То есть, действительно ли Кыргызстан является зоной заинтересованности пакистанских хакеров, да, потому что работа настоящего хакера, это, это, это очень дорого. Легче, легче кого-то подкупить, человека, да, какого-то чиновника или работника банка, нежели нанять группу хакеров, организовать какую-то хакерскую атаку, и это экономически просто невыгодно для этих преступных группировок. Кто им может быть более полезен, гражданин Швейцарии или какой-то, какой-то швейцарский банк, или какой-то, допустим, кыргызстанский банк и так далее, да. Конечно, при этом оба они используют одинаковые технологии. Поэтому вот тут тоже нужен баланс, когда мы должны понимать, насколько их заинтересованность в этом есть, и насколько вообще эта угроза существует. Но, несмотря на это, мы всегда, значит, стараемся, и со стороны политического руководства есть полная поддержка в том, чтобы внедрять и использовать самые современные методы и инструменты защиты наших государственных систем. Поэтому был специально образован вот этот Центр по кибербезопасности, который сейчас успешно функционирует, и в начале этого года было его открытие, и мы уже, многие вещи уже намного эффективнее от СЛЕРПа. Ну, такой достаточно прямой вопрос. Скажите, я понимаю, что вы находитесь в том числе во взаимодействии с теми органами, да, с теми, скажем так, ответственными людьми, которые занимаются кибербезопасностью в правоохранительных органах. Скажите, какая у них была реакция на сегодняшнюю новость? Как, ну, я не знаю, было ли у вас какое-то совещание экстренное? Как вот происходит у вас взаимодействие? Я понимаю, что вы больше по цифровым технологиям, но тем не менее. Да, с утра уже, то есть с сегодняшнего утра уже проводится комплекс мероприятий, было организовано совещание. Просто я сейчас нахожусь в трудовом отпуске, поэтому там мои заместители отрабатывают этот вопрос. Но я уже разговаривал и с руководством, и так далее, и сейчас наши коллеги готовят официальные объяснения и дадут информацию для общественности, чтобы они знали, что произошло на самом деле. На ваш взгляд, как должна выстраиваться коммуникация сейчас, чтобы, как вы помните, начал нашу беседу, действительно, сам углубился немножко в тему и понял, что коллеги, наверное, не совсем верно донесли информацию. На ваш взгляд, как должна выстраиваться коммуникация между компетентными людьми, ну, в частности, вами, вашими коллегами и средствами массовой информации, чтобы не было такого ажиотажа, который, ну, порой возникает действительно на пустом месте. Не всегда, но вот сегодня мы убедились в том, что, да, иногда новости не проходят какую-то проверку, не проходят какую-то фильтрацию, и у населения складывается не совсем верное представление о сути происходящего. Ну, знаете, мы всегда открыты к любым коммуникациям, мне вот сегодня звонили коллеги-журналисты разные, спрашивали, мы в любой момент готовы объяснить, нам просто необходимо немного времени, чтобы точно разобраться, и чтобы мы сами не оплошались, как говорится, потому что объем данных большой, мы должны сопоставить его с источниками, поэтому мы всегда открыты, пожалуйста, вы можете писать на официальные, значит, каналы государственные, в Телеграме, Министерство цифровизации, они мониторят, отслеживают, и всегда будут готовы, только рады, чтобы у общественности была достоверная и правильная память. Азамат, спасибо вам большое, понимаю, что вы сейчас находитесь в отпуске, тем более, как-то неловко вас отрывать, тем не менее, спасибо вам огромное, мы, правда, очень признательны, во-первых, за то, что вы действительно всегда на связи, и за то, что комментируете с разными средствами информации, действительно важные актуальные новости нашим зрителям и слушателям, я напомню, что у нас в гостях был заведующий отделом цифрового развития администрации президента Кыргызской Республики Азамат Буржуев. Спасибо вам большое, ну и хочется верить, что действительно и наша страна, и каждый отдельный гражданин будет защищен в наш цифровой веке. Спасибо огромное. Спасибо. Уважаемые друзья, я напоминаю, что вы смотрели, слушали Next.FM и Next.TV, а также подписывайтесь на наши официальные странички в социальных сетях от ЧАМ-Медиа, берегите себя, будьте здоровы, увидимся. Всего доброго.